Игра районов Сегодня в нашей студии Граховский район вступит в интеллектуальную борьбу с Ваворским районом. Давайте поприветствуем наши команды. Ну что ж, дорогие друзья, кто к нам приехал, давайте начнем с команды Граховского района. Иры, кун, юлдашицы. Я представляю чувашскую национальность. У нас многонациональный район, проживает пять национальностей. Зовут меня Цыпленкова Наталья. Я работаю библиотекарем Зареченской библиотеки филиал Граховской района Центральной библиотеки. А в команде со мной Курлёва Людмила, учитель мурского языка и литературы. Очень приятно. Будем знакомы. Смотрим визитку Граховского района. Граховский район расположен на юго-западе республики, граничит с Татарстаном. Основное направление экономики района – сельское хозяйство и выращивание зерновых. Лес занимает треть территории района. Выгодное географическое положение этих земель привлекало переселенцев с разных сторон. Сегодня это самый многонациональный район республики. Здесь живут удмурты, русские морейцы, татары, чуваши и кряшины. Именно в Граховском районе родилась первая удмуртская поэтесса Ашальчаки. В 2013 году в деревне Котловка на берегу речки Яга открыта сказочная резиденция Бабы Яги. Здесь можно познакомиться со старинными традициями и ремеслами и встретиться с персонажами русских народных сказок. И да, избушка на курьих ножках действительно вертится. Именно под Грахово была выведена вятская порода лошадей. На конезаводе содержат племенных жеребцов, орловских рысаков, русских тяжеловозов. А в деревне Байтуганово разводят английских чистокровных верховых скакунов. Ну что ж, дорогие друзья, это был Граховский район. Еще раз желаю вам удачи. Мы переходим к вашим соперникам. Это команда Ваворского района. Давайте знакомиться. Кто к нам приехал? Джечеч Бурэш. Мы земляки великого сына удмуртского народа Кузибая Герда. Приехали сегодня на игру Ирина Ложкина, директор Ваворского крыльевического музея. И Светлана Долганова, заместитель редактора районной газеты «Авангард». Ну что ж, очень приятно. Будем знакомы. Смотрим визитку Ваворского района. Ваворский район расположен на юго-западе Удмуртии. Примерно 80 километров от Ижевска. Граничит с Кизнерским, Сюмсинским, Увинским и Можгинским районами. На западе с Кировской областью. С юго-востока на северо-запад района несет свои воды река Вала. Длина ее 196 километров. На берегах одного из ее притоков, на реке Ува, расположился районный центр Вавош. Здесь проживает более трети общего числа жителей района, более половины населения Удмурты. В экономике района ведущую роль играет сельское хозяйство. На протяжении многих лет Ваворский район занимает лидирующие позиции по производству молока, по урожайности зерновых культур и картофеля. Крупнейшими производителями зерна как в районе, так и в республике являются сельскохозяйственные предприятия «Колхоз Колос» и «Колхоз Удмуртия». Многие сельскохозяйственные предприятия сами пекут хлеб, выпускают мясную продукцию. Ваворский район лесной, лес занимает больше половины территории, поэтому здесь много предприятий по переработке леса. Ну что ж, познакомились с Ваворским районом, с участниками команды Ваворского района. Командам пожелаем удачи и кратко познакомлюсь с правилами нашей игры. Всего вам предстоит пройти три этапа. В каждом этапе, отвечая на вопросы, вы можете заработать баллы. Один правильный ответ, соответственно, один балл. В конце игры команда с максимальным количеством баллов побеждает в нашей игре. А с другой командой, к сожалению, мы вынуждены будем попрощаться. Попрощаться. Конкурс «Кто кого?» Внимание на экран. Какой город называли Око Божье? Глазов, Ижевск, Царапов. Команда Граховского района была первой. Итак? Город Глазов. Действительно, это город Глазов. Следующий вопрос. В каком районе проходит гастрономический фестиваль «Бык-бык»? Варианты ответа. Вот так вот бывает, вот так вот бывает. Теперь команда Ваворского района может спокойно отвечать. Да, действительно, это Шарканский район. Мы вас поздравляем. Команда Граховского района повнимательней. Вот он, момент волнения, все-таки присутствует. Продолжаем дальше. Третий вопрос. Где появился первый в Удмуртии завод? Варианты ответов. Ижевск, Водкинск, Бимыш. На этот раз команда Ваворского района была первой. Итак? Бимыш. Да, правильно, это Бимыш. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. Какой вид транспорта первым появился в Удмуртии? Варианты ответов. Автобус, трамвай или же троллейбус. Вновь команда Ваворского района была первой. Итак? Это был трамвай. И это было в 1935 году. Кстати, совсем скоро будет праздничная дата. 7 ноября это произошло. Завершающий вопрос пятый. У Удмуртов-язычников есть три мира. Явь, навь и правь. Какой из них наш мир? Варианты ответов. Явь, навь или же правь? Команда Граховского района опередила команду Ваворского района. Итак? Ваш вариант ответа? Явь. Да, и это правильно. И это правильно. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот скоротечно наш первый этап состязания подошел к концу. И мы незамедлительно переходим ко второму этапу. И второй этап нашей игры называется пинг-понг. В чем же заключается особенность второго этапа? Каждая команда подготовила по два вопроса. Тематика вопросов различная, но пусть это будет подсказкой с моей стороны. Они связаны с тем районом, который задает вопрос. Первым озвучить свой вопрос получает команда Граховского района. Пожалуйста. Ежегодно в Удмуртии в одном из 25 районов проводятся сельские летние и зимние спортивные игры. На следующий год, в 2021 году, сельские летние спортивные игры проводятся в Граховском районе. А в 2013 году в нашем районе прошли зимние игры. Назовите мне, пожалуйста, символ этих игр и его имя. Не очень сложный вопрос. Минута пошла. Минута пошла. Минута пошла. Если вы готовы отвечать, можете нажать кнопку. Отчет времени прекратится. Итак, ваш ответ. Мы думаем, предполагаем, что раз это район, где племенное хозяйство лошадей, возможно, это лошадка. А имя? С Граховым, наверное, что-то связано. Не помню. Или Адам. Я пока не наделал ей кучу ошибок, я хочу обратиться к команде Граховского района, потому что я вижу ответ, я вижу правильный ответ, но все-таки я хочу, чтобы вы сами приняли решение, правильно ли ответили соперники ваши или же нет. Давайте сначала озвучим правильный ответ. Символ зимних сельских спортивных игр была лошадка Граша. Все-таки, вы засчитываете этот ответ как правильный или же нет? Наполовину. Еще раз, вы засчитываете или нет? Да, нет. Да. Да. Мы вас поздравляем, мы вас поздравляем, ваш ответ засчитывается. Ну что ж, теперь ваша очередь задавать вопрос. Слушаем. Дорогие друзья, назовите, пожалуйста, историческое здание в селе Вавош, где по рассказам местных жителей до сих пор бродят духи участников молтанского дела. Минута пошла. В селе Вавош. Вы готовы отвечать? Я вижу. Можете нажать кнопку. Итак. Бывшее волосное здание, ныне здание газеты «Авангард». Какие вам отцы? Конечно, хорошо. Я даже зачитывать ничего не буду, потому что они практически ответили слово-слово. Второй вопрос, пожалуйста. Как мы уже говорили, Граховский район, у нас много национальностей. Здесь в дружбе и согласии проживает пять национальностей. Русские, удмурты, чуваши, морицы и кряши. У каждого народа есть свое национальное блюдо. У самой маленькой национальности кряшин есть такое блюдо, которым они встречают своих гостей. Это бикмек и каймак. Назовите, что это за блюдо. Минута пошла. Минута пошла. Минута пошла. Минута пошла. У каждого народа есть свое национальное блюдо. Например, у самой малочисленной кряшин это дбикмек и каймак. Что это за блюдо? Минута практически уже вышла, поэтому я требую ответа. Мы считаем, что это чак-чак. Вы считаете, что это чак-чак? Итак, правильный ответ? Это неправильный ответ. Дбикмек и каймак – это блины с томленной сметаной из печи. Ну что ж, не стоит отчаиваться. Вот такое блюдо есть. Право. Вопроса переходит к команде Ваворского района. Последний вопрос. По воспоминаниям Кузибая Герда, в деревнях Ваворского района после посевных работ проводился такой обряд. Молодой парень и девушка верхом на лошадях объезжали поля, играя на пыш-крейже. Так они взывали колдущину, просили благословить будущий урожай. Считалось, что бог плодородия сам спускался к людям. А вот в образе кого? Вопрос прозвучал. Минута пошла. Команда Граховского района готова отвечать. Предполагаю, в образе белки. Каково? Белки. Белки. Увы, но это неправильный ответ. Бог колдущин символизирует белую чистоту, да, ведь получается цвет. А образ – это белые бабочки. Вот такой вот необычный образ. И этим вопросом мы завершаем второй этап нашей игры. Впереди третий, завершающий. Но прежде давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Антракт, дорогие друзья. Каждый день, в каждый дом есть своя дорога. По одной любви придешь, по другой в тревоге. Все дорожки, все пути выбираем сами. Нам поможет солнце, свет под небесами. Нам поможет солнце, свет под небесами. Собираясь дальний путь, попроси у Бога, Чтобы доброю была твоя дорога. А до дома ты живешь еще немножко. И с друзьями веселей, кажется, дорожка. И с друзьями веселей, кажется, дорожка. Эх, дорога, эх, еще немного. Ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. По какому по пути нам с тобой еще пройти? Если, кстати, наверно, как не таится счастье. Если радость ты несешь и с добром в душе живешь, То твою дорожку обойдет ненастье. То твою дорожку обойдет ненастье. Эх, дорога, эх, еще немного. Ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. Эх, дорога, эх, еще немного. Ждут тебя твои родные дома у порога. Эх, дорога, эх, еще немного. Ждут тебя твои родные дома у порога. Ждут тебя твои родные дома у порога. Еще раз приветствуем тех, кто только к нам присоединился. Вы смотрите «Игру районов». И сегодня в нашем интеллектуальном батле два района. Граховский и Ваворский районы. Давайте их еще раз поприветствуем. Пожелаем удачи. Потому что впереди вас ждет завершающий третий этап игры, который называется «Даур». Ко дню столетия государственности Удмуртии жители нашей республики выбрали 100 достопримечательностей. Сегодня мы вам покажем некоторые из них. Ваша задача – узнать по фотографии знаковую точку нашей республики. Право ответа получает та команда, которая первым нажмет на красную кнопку, которая перед вами. Все очень просто. Итак, внимание на экран. Конкурс «Даур». Первая картинка. Команда Граховского района была первой. Набережная города Воткинска. Да, это правильно. Воткинский завод, как и другие уральские заводы, начался со строительства плотины уже в 1758 году. Она образовала великолепный живописный вид на Воткинский труд, который сохранился до сегодняшних дней. Итак, продолжаем дальше. Внимание на экран. Вторая картинка. А вот на этот раз команда Ваворского района была первой. Кокманский заказник. Прошу уточнение. Заказник. Государственный заказник. Кокманский. У меня написано «заповедник». Они немножко отличаются друг от друга, но все же таки главное слово кокманский прозвучало. Поздравляем, это правильный ответ. Находится в Красногорском районе, привлекает гостей своими песчаными дюнами и большим количеством редких растений. Здесь произрастает 52 редких для Удмуртии вида. Летим дальше. Внимание на экран. Третья картинка. Вновь команда Ваворского района были первыми. Так, слушаем. Дом купца забыла какого. Я знаю, что здесь. Это Сарапул. Сарапул, самый красивый ЗАГС. По-моему. Так. А купца фамилию забыла. Но это не башенье. Вы правильно считаете. Да, да. Давайте хотя бы предположим. Забыла. На букву К. Подсказка с моей стороны. Нет, не вспомню даже. Три. Два. Если не прозвучит правильный ответ, ход переходит соперникам. Ну, пусть переходит. Вы на 50% правильно ответили. Команда Граховского района. К сожалению, я не знаю фамилию. Тоже знаю, что на букву К начинается, но... Да. Конечно, на букву К начинается. Я же сказал уже. Нет, вот это начало. Да, вы начало говорили, что... К сожалению, ответ не полный. Поэтому ни команде Граховского района, ни команде Ваворского района я балл не засчитываю. Ничего страшного, не стоит отчаиваться. Следующий вопрос, следующая картинка. Внимание на экран. Вновь команда Ваворского района была первой. Итак, что же у нас на экране? Это Шарканский район, по-моему. Пять. Четыре. Три. Шарканский район, по-моему. Два. Один. Ну, не Шарканский, да, район? К сожалению, нет. Ответа нет. Родник Святой Троицы. Район сказать не могу. Ну, вы назвали правильно. Написан у меня вот сценарий «Источник живой Троицы». Находится в Малопургинском районе деревня Иваново-Самарская. Как ни странно, родник расположен на самой высокой точке округи. Поэтому здесь, с этой точки открывается прекрасный вид на Иваново-Самарское. Я вас поздравляю, правильный ответ. Продолжаем дальше. Внимание на экран. Вновь команда Баворского района. Хотел бы я сказать, были первыми, но нет. На этот раз команда Граховского района вас опередила. Итак, ваш ответ. Музей Бурановский, бабушек, Малопургинский район. И да, действительно. Это правильный ответ. Малопургинский район, село Бураново. После участия в конкурсе «Евровидение» участницы коллектива прославились на весь мир. И на вырученный гонорар бабушки построили храм и музей в селе Бураново. Ну что ж, дорогие друзья, вот этим вопросом мы завершаем нашу игру. Но еще не прощаемся, потому что впереди самое интересное. Многие, наверное, сейчас подумали про подведение итогов. А нет. Я интересные вещи говорю про ваши подарки, которые стоят у вас на подиуме. Команды приехали не с пустыми руками, вот уже по такой доброй традиции обмениваемся подарочками. Кто с чем к нам приехал? Давайте начнем с команды Ваворского района. Как известно, что наш земляк Кузибай Герт играл на четырех музыкальных инструментах. Но одним из первых, на котором он заиграл, это был, конечно же, крещ. Крещ, на котором его научила играть мама. Сегодня Ваворский район популяризирует этот инструмент. Вы видите, что у нас и на футболках крещ, где написано, что «ми Вавор жечь». И наши мастера изготовили вот такой необычный крещ, дырную крещ, символизирующий благодать для хозяев. И он будет отгонять злых духов, которые будут к вам, например, в Великий Четверг ворваться в дом. Замечательный подарок. После игры обязательно обменяемся подарочками. Ну а команда Граховского района с каким подарком к нам приехала? В нашем Граховском районе живет самая настоящая бабушка-яга. Она знаменита не только у нас в Удмуртии, но и уже за пределами России. Ее резиденция вошла в туристический проект «ДАУР-100» и заняла третье место в туристическом конкурсе видеопрезентации «Дива России». Она дарит вам вот такую куклу-оберег, которая будет защищать вас и приглашает к себе в гости в сказочную резиденцию. Ну что ж, уважаемые команды, спасибо за подарки. Мы еще с вами не прощаемся, ведь впереди ждет самая-самая-самая интересная часть нашей программы. Это подведение итогов. Ну а прежде давайте сделаем вновь небольшую музыкальную паузу «Антрактор» и друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз приветствуем тех, кто только к нам присоединился. Вы смотрите игру районов, и мы переходим к финишу нашей замечательной интеллектуальной игры. А финиш – это подведение итогов. Игра уже завершилась, осталось только озвучить. Итак, в нашей сегодняшней игре победу одержала команда... Граховского района, мы вас поздравляем, встречаемся с вами на следующем этапе нашей игры. Ну а с командой Ваворского района, к сожалению, мы вынуждены будем попрощаться. А всем спасибо за игру, было очень приятно с вами познакомиться, принять участие в этом интеллектуальном батле. Дорогим зрителям скажем пока-пока, встречаемся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова